Вчера, 1 июля, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции после презентации проекта новой Конституции Украины заявил, что пропускную систему на оккупированные территории усовершенствует, а также будет введен зеленый коридор для гуманитарных грузов. Мною дано поручение разработать, усовершенствовать механизм пропуска на нашу территорию тех граждан, которые не замечены в каких-то противозаконных действиях, максимально упростить режим пересечения линии соприкосновения. Это будет связано с упрощением процедуры регистрации. Отсутствие необходимости встречи или контакта с бюрократом, который выписывает пропуск или регистрирует, все это будет делаться только через механизмы электронного взаимодействия. Завтра, по моему поручению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Валентинович Турчинов проведет окончательное там совещание и новая процедура обеспечения пропуска в ближайшее время будет введена в действие. Будет определен, я дал этому соответствующее поручение, зеленый коридор пропуску гуманитарных грузов, как украинских, для поддержки украинцев на оккупированных территориях, для защиты их конституционных прав, так и Международного комитета Красного Креста и международных организаций и наших европейских партнеров. Будет определен, я дал этому соответствующее поручение, зеленый коридор пропуску гуманитарных грузов, как украинских, для поддержки украинцев на оккупированных территориях, для защиты их конституционных прав, так и Международного комитета Красного Креста и международных организаций и наших европейских партнеров. За неделю 2000 жителей оккупированного Докучаевска Донецкой области потеряли работу из-за закрытия местной фабрики. В целом в городах, захваченных боевиками, гуманитарная обстановка усложняется. Об этом сообщил руководитель специальной мониторинговой миссии УБСЕ в Украине Александр Хуг. Великое погрешение гуманитарной ситуации. Мы спостерегаем, что больше есть обмежений по контактной лініи на пунктах переверки. На этом неделе мы видели, как 2000 людей потеряли свою работу, например, так называем, в Докучаевске, который находится под контролем ДНР, потому что там закрыли местную фабрику. Раевки, которые под контролем ЛНР, люди остались без электроэнергии. Люди, пересекающие линию разграничения в Донецкой области, смогут купить продукты и медикаменты на пунктах пропуска. Об этом 1 июня в Граматорске заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По словам губернатора, продажа этих товаров будет проводиться в логистических центрах, которые появятся в течение одной-двух недель. Глава региона также добавил, что вчера в Киеве обсудил этот вопрос с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Я вчера встречался с премьером-президентом. Мы договорились, вернее, отримали дозвіл на побудову логистических центров на КПВВ, где буквально задача поставлена до конца тижня цього – отработать методологию. И буквально за тиждень-два мы откроем первые логистические центры біля КПВВ, где можно будет придбать как продукты харчування, так и медикаменты. Через це це не залишається за увагою ні центрального міста, ні місцевої влади. Вместо блокпоста под Донецком появилась таможня боевиков незаконной ДНР. Об этом информирует група «Донбасс-СОС». В сообщении организации указано, что функции таможни выполняет блокпост вдоль, недалеко от Донецка. Транспорт пропускается с 6 утра до 11 вечера. На пункте проводится досмотр машин, проверяются документы. Паспортные данные выезжающих вносятся в компьютер. Также указано, что досматривается только выезжающий из Донецка транспорт. Информации о существовании подобного пункта на Артемовском направлении отсутствует, пишет Донбасс-СОС.